Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 14 февраля. Добрый вечер! Людмила Голованова принимает поздравления с днем рождения. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Министр внутренних дел Игорь Наньев в своем выступлении отметил, что ОМОНовцы выполняют трудную, опасную, но вместе с тем нужную работу. Они всегда на передовой. Да и в мирное время они обеспечивают охрану общественного порядка. Практически ОМОН в те тяжелые годы был единственной организованной боевой единицей, которая приняла на себя нелегкое время обеспечения правопорядка на территории многострадальной родины. Бойцы ОМОН с риском для жизни осуществляли охрану жизненно важных объектов, сопровождение грузов, так необходимых для выживания населения в условиях его блокады. Молодой и немногочисленный отряд ОМОНовцев начинал свой путь практически с нуля при отсутствии вооружения, техники и экипировки. Самым старшим и опытным был основатель и первый командир отряда Вадим Газаев. При отсутствии материально-технической базы трудно было создавать организованное боевое дееспособное подразделение. Однако воля и целеустремленность командира и бойцов отряда верно своему долгу позволили преодолеть все эти преграды на пути становления и формирования отряда. Многие сложили свои головы, защищая родину. 14 бойцов ОМОН награждены высшей наградой нашего государства – орденом ВАЦ ОМОНга. Шесть из них – посмертно. Много лет назад отряду было присвоено боевое знамя. В настоящее время ОМОН – один из самых боеспособных подразделений в структуре МВД. Уважаемые ОМОНовцы, дорогие боевые друзья! В очередную годовщину образования отряда милиции особого назначения имени Вадима Газаева, славного боевого отряда, желаю вам всем больших успехов в службе, здоровья, благополучия всеми, споченности и огромных успехов в деле обеспечения мирного созидания народа Республики Южной Осетии. С праздником вас всех! Много добрых слов и пожеланий сегодня услышали ОМОНовцы от главы государства Анатолия Бибилова. Товарищи командиры и бойцы отряда милиции особого назначения, от руководства Республики Южная Осетия, от себя лично, от народа Республики Южная Осетия, поздравляю вас с 26-й годовщиной образования, желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неувидаемого настроения и стремления повышать свои профессиональные качества, знания, вооружения и техника вам вверены. Вы прошли достойный путь своего становления, становления во время тяжелейших условий жизни народа Республики Южная Осетия и развития Республики. Минутой молчания почтили память всех сложивших свои головы за свободу Отечества. Вы принимали активное участие в отражении агрессии Грузии против Республики Южная Осетия. Вы защищали правопорядок в Республике Южная Осетия. И все шаги вашего становления, стремления улучшить ситуацию в Республике Южная Осетия нашли свое отражение в наградах, которые получили сотрудники отряда милиции особого назначения. Лучшие бойцы ОМОН были награждены государственными наградами. Специальное воинское звание подполковник было присвоено Зилиму Казьеву. После окончания торжественной части бойцы ОМОН возложили венки памятникам погибших товарищей. Сергей Кочиев, Регина Черткоева, Аида Кочиева, Тамерлан Кусраев, Вадим Габараев. Информационный выпуск сегодня. Очередной прием граждан провел председатель парламента Петр Гассиев. Приемы стали регулярными. Граждане обращаются с различными вопросами. Большинство из них касается жилищной темы. Фатима Чочиева с подробностями. Председатель парламента Республики Южная Осетия провел очередной прием граждан Республики. К спикеру обратились с различными проблемами, большинство из которых было связано с жилищным вопросом. С просьбой оказать содействие в восстановлении дома, который во время августовских событий был частично разрушен, обратилась Ульяна Джагаева. После войны она своими силами постаралась восстановить дом, но кровля до сих пор протекает. В 2008 году крыша в доме. Сказали, что на 70% вообще разрушен дом. Потом на 40% кое-что мы сами восстановили. Что нам нигде было жить. Через год крыша течет. Проблема в крыше, да? В основном в крыше. Огла тоже не автинок, но в основном в крыше. Председатель парламента побещал рассмотреть ее просьбу и по мере возможности помочь стройматериалами. С похожим вопросом к Петру Гассиеву обратилась одна из жителей конструированных домов по улице Октябрьска Зинаида Килихсаева. Она на данный момент с мужем инвалида, двумя взрослыми дочерьми и сыном, у которого жена и двое детей, проживает в микрорайоне Северный. По ее словам, на улице Октябрьска у них трехкомнатная квартира. И такой большой семьей переехать туда они не согласны. Мы обратились с проблемой в городскую администрацию, но вам, говорит, не положено. У вас, говорят, есть трехкомнатная квартира и вернитесь жить туда. Сейчас мы живем в микрорайоне Северный. Я с мужем и дочерьми вернусь в отремонтированный дом, но сына с семьей оставьте в солнечном. Если вы не дадите, то у вас уже основания есть для того, чтобы туда не уходить. Основания у вас есть. Некуда нам идти, но в общем, говорят, хайничок. Председателю парламента с просьбой помочь финансами в издании книги обратилась к председателю общества Коста Хитокурова, заслуженный работник культуры Юза Таттаева. Я издаю книги. Создала совет молодых и начинающих писателей. Ирин молодой, то есть совсем молодой, но началась в 6-ти, там 60-летней, 70-летней, которые в старости начали. Есть у меня книга готовая уже, а у меня средств нет. На издание? На издание. Ирин кетковые, мемен, рачистут, это, даже с разумным проектом, это не рассчитай, все это подробно. Петр Гассев сказал, что ознакомится с ее проблемой и по возможности ей будет оказана посильная помощь. В любом случае готовить надо, правильно? Да, да. Давайте подготовьте и восходите. Тогда я вам эту подготовленную тему принесу. Да, с расчетами. С расчетами. Конечно, с расчетами. Юза Татайва также попросила председателя парламента оказать ей финансовую помощь в покупке дорогостоящих лекарств. Такие приемы председатель парламента проводит регулярно. Вопросы, с которыми обращаются граждане, самые разные. Проблемы жилья, вопросы социального характера, финансовые трудности, трудоустройство. Проблемы граждан регистрируются и по мере возможностей решаются. Хотим отчетиваться, Мазгоглоев, информационный выпуск сегодня. На сегодняшнем заседании Кабинет министров рассмотрел 12 вопросов. Был обсужден проект закона Республики Южная Осетия, о всеобщей сельскохозяйственной переписи, изменения и условия принятия на службу в органы внутренних дел, утверждение структуры и предельной штатной численности администрации районов и другие. Подробности у Елены Газаевой. На повестку дня заседания правительства Республики Южная Осетия было вынесено 12 вопросов. Председатель комитета стандартизации и метрологии Заурц Хавребов представил доклад об освобождении Алана Бекоева от занимаемой должности заместителя председателя комитета. На его место представил кандидатуру Гульнази Кукоевой. Она в этой свете работает с 2007 года, а с 2012 года начальник отдела стандартизации и метрологии. О проекте закона Республики Южная Осетия о всеобщей сельскохозяйственной переписи представил доклад начальник управления государственной статистики Республики Южная Осетия Инал Тибилов. Уважаемый Эрик Георгиевич, уважаемые коллеги, на ваше рассмотрение и одобрение вынесется проект закона о всеобщей сельскохозяйственной переписи Республики Южная Осетия. Проект прошел все необходимые экспертизы, в том числе в Министерстве Южной Осетии и во всех других ведомствах. Члены правительства имели возможность ознакомиться с проектом закона. Дело это нужно, как отметил уже Олег Георгиевич, на сегодняшний день крайне актуально. Поэтому прошу вас рассмотреть и одобрить проект закона и внести на рассмотрение парламента проект закона о сельскохозяйственной и всеобщей переписи Республики Южная Осетия. Сельскохозяйственная перепись должна проводиться не реже одного раза в 10 лет. Объектами всеобщей сельхозпереписи являются юридические и физические лица, пользователи, владельцы и арендаторы земельных участков. По словам Инала Тибилова, уже несколько раз встречались с российскими коллегами. Были обсуждены многие моменты. Они готовы к оказанию всяческой помощи. Единогласно был принят проект закона и направлен на рассмотрение в парламент Республики Южная Осетия. О внесении изменений в закон о милиции представил доклад заместитель министра внутренних дел Тарзан Кокоев. Уважаемый председатель, уважаемые члены правительства, в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел нами разработан проект закона о внесении изменений в закон Республики Южная Осетия о милиции. Изменения вносятся всего лишь в одну статью этого закона, где говорится о приеме граждан на службу в милицию и увольнении из органов внутренних дел. Это статья 20-я закона о милиции. Проект согласован со всеми заинтересованными органами государственной власти и дополнительных расходов за собой не влечет, отметил Кокоев. Коснулись изменения и условий принятия на службу в органы внутренних дел. Не могут быть приняты на службу в милицию граждане, имеющие либо имевшие судимость, а также граждане, условное преследование в отношении которых прекращено за истечением срока давности в связи с примирением сторон за исключением уголовных дел, а также за грубое нарушение служебной дисциплины. Единогласно также был принят этот законопроект кабинетом министров и направлен в парламент. Проект закона о внесении изменений в законодательство о противодействии экстремистской деятельности представила доклад министр юстиции Залина Лалива. По ее словам, 6 октября 2017 года решением Верховного суда религиозная организация «Свидетели Иеговы» была признана экстремистской организацией. Также решением суда было указано, что Министерство юстиции опубликовало в СМИ все изъятые материалы. В Министерство юстиции были внесены ряд изменений в наш закон. Ликвидированы экстремистские организации, религиозные организации, чтобы они опубликовались в средствах массовой информации. Это и в сетях интернета, и в газете «Южная сеть» и «Урзарин». Министерство юстиции непосредственно, отдел который регистрирует общественные, некоммерческие и религиозные организации, готовит материалы, а затем отправляет их в средства массовой информации для публикации. Этот законопроект вызвал среди министров жарки дискуссии. Было предложено изменить формулировку и направить на утверждение. Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по республике за 4 квартал 2017 года представил доклад министр экономического развития Геннадий Кукоев. Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения по республике за 4 квартал 2017 года. Процедура эта достаточно традиционная. Она повторяется из квартала в квартал. Мы предлагаем проекту постановления, подрегожена пояснительная записка, в которой расписаны все основные показатели и их динамика. Главы администрации районов республики представили доклады об утверждении структуры и предельной штатной численности администрации районов. У нас есть комиссия по делам несовершеннолетних. Махстат на Кауэль так и сказали, что из числа ведущих специалистов мы просто назовем отдел по делам несовершеннолетних. Бывают очень много вопросов. Рогады имя, прокуратура имя. Очень часто сталкиваются. Есть у них фронт работы. Они будут работать и работают. В свою очередь глава администрации Дзавского района Урузмак Маккоев отметил, что из отдела по делам соцзащиты дополнят отдел по делам несовершеннолетних. Следующим и завершающим вопросом заседания правительства стал доклад председателя Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия Мурата Схавребова об утверждении структуры и предельной штатной численности Государственного таможенного комитета. Данный вопрос возник в связи с тем, что в этом году Государственный таможенный комитет начал реализовывать акцизные марки на акцизные товары вводимые на территории Республики Южной Сети участникам внешнекомнической деятельности. Там очень большой объем работы. И на тех сотрудников, которые сейчас возложены те обязанности, они уже начинают справляться. Этим занимаются три человека. Но хотелось бы, чтобы в Государственном комитете был именно отдел по акцизным маркам. Открытие акцизного отдела, не превышая штатной численности, стало на данном этапе необходимостью. Эти и другие вопросы были рассмотрены на заседании правительства. Лена Газаева, Александр Кочев, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня день рождения народной артистки Республики Южная Осетия поэта Людмилы Головановой. Одна из любимых актрис. Сыгранные ей роли надолго запоминаются зрителям. На спектакле с ее участием выстраивалась очередь. Комедия, трагедия, драма, постановки с Людмилой Головановой всегда проходили с полным аншлагом. О женщине, ставшей ярким представителем остинского народа, репортаж Эльвиры Тибиловой. 14 февраля свой день рождения отмечает Людмила Голованова, народная артистка Республики Южная Осетия. Лауреат премии имени Коста Хитагурова. Заслуженная артистка Карачава Черкесии. Поэтесса. Автор семи книг. Общественный деятель. Член движения Адам Уннхас. Депутат парламента Республики Южная Осетия. Первого и пятого созывов. Мало найдется во всей Осетии людей, которым не знакомо имя Людмилы Головановой. Женщины, ставшей ярким представителем остинского народа. Сегодня любимой в семье артистке исполнилось 81 год. Я никогда не жалела, что я стала актрисой. Не знаю. Я не помню, по крайней мере, такое. Для меня любая роль, она была как бы отдельно от всего единственной. И я, естественно, вкладывала все, что я могу. Для меня было все равно, что комедия, драма, трагедия. Я, когда обычный режиссер ребят, когда параллельный спектакль ставили, я не спорю, я возьму Голованову, я возьму. И я говорила, хватит мне эти трагедии. Мазар, да, но лбазады уже. Давайте, говорю, мне комедию, хоть под дурака побаляю чуть-чуть. Вот так. А так мне все равно было. Но чаще они мне тяжелые роли давали. Ее яркие роли на театральной сцене вошли в сокровищницу Остинского национального театра. Будь то драматические или комедийные образы. По-прежнему яркая и живая, заражающая своей добротой и энергией. Она является безоговорочным авторитетом для софиминников и примером для младших коллег. Мне, к сожалению, пока не довелось участвовать с ней в одном спектакле. Но другие артисты отзываются о ней как о прекрасной партнерше. Она великая актриса, и восхищению ею коллег и зрителей невозможно передать несколькими словами. Она прекрасный учитель. Я надеюсь, что и мне повезет. Вот я поработаю с Людмилой Графовной в одном спектакле. Хочу пожелать любимой актрисе и коллеге радовать поклонников ее творчества новыми ролями на сцене и новыми произведениями. Не менее значимой является ее вклад в историю осетинской литературы. В ее стихах отражена любовь к родному краю и гордость за свой народ. Боль и переживания за ее судьбу. Каждая строчка, каждое слово пропитана искренностью. Они пропущены через сердце и поэтам подкупают. Становятся значимыми. На десятки стихотворений поэтессы были созданы песни. Одной из самых известных является Маира Стон по исполнении вокально-инструментального ансамбля «Бум Варун». В прошлом году к 80-летнему юбилею у народной артистки были выпущены фотоальбом «Сцена сквозь столетия» и диск с песнями на ее стихи. За выдающийся вклад в развитие осетинской культуры и многолетнюю трудовую деятельность Людмила Голованова по праву удостойна многих почетных наград. Среди них орден Каденесан. Эльвиря Дебилова, Ринат Медоев, информационный выпуск «Сегодня». Президент Анатолий Бебилов поздравил народную артистку Республики Южной Осетия, лауреата премии имени Кустахи Тагурова, поэтессу и драматурга Людмилу Голованову с днем рождения. Глава государства навестил именинницу у нее дома, выразил ей на лучшие пожелания и вручил памятные подарки. Президента сопровождала министр культуры Жанна Засеева. В теплой и уютной атмосфере за чашкой чая глава государства и народная артистка обсудили проблемные вопросы в сфере культуры Республики. Анатолий Бебилов заверил ее, что актеры Югостинского театра уже в этом году смогут выступить на сцене нового государственно-драматического театра имени Кустахи Тагурова. Радуйте нас всей жизнью, радуйте нас, пока мы вернемся. Радуйте нас своими стихами, радуйте нас своим смехом, улыбкой, разговором, словом, пером. С наилучшими пожеланиями с днем рождения народную артистку Людмилу Голованову также поздравили председатель правительства Эрик Пухаев и председатель парламента Петр Гассиев. Благодаря действующим ФАПам в районах республики первая медицинская помощь оказывается на месте. Так, в Знаурском районе функционируют 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Наш корреспондент Алена Уттаева проверила, как снабжены учреждения медикаментами. Начиная с 2012 года в рамках спецпрограммы в отдаленных селах районов республики началась строительство и установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов. На территории Знаурского района в первый год было построено два ФАПа, позже еще четыре. В Знаурском районе функционирует 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Из них шесть являются модульными. Остальные пять находятся в старых зданиях. Открытие фельдшерско-акушерских пунктов для жителей отдаленных сел было необходимостью. Не у всех есть возможность добираться до районной больницы. Благодаря фельдшерско-акушерским пунктам жителям отдаленных сел первая медицинская помощь оказывается на месте. Районная больница обеспечивает фельдшерско-акушерские пункты необходимыми медикаментами. Все получают лекарственные средства из райбольницы. Имеют они тот минимум, который должен быть в фельдшерско-акушерских пунктах. Это те медикаменты, тот перевязочный материал, который необходим работникам для оказания первой медицинской помощи. Эмма Габараева отметила, что работающие в ФАПах медсестры не проживают на территории того населенного пункта, где размещены фельдшерско-акушерские пункты. Многие ездят из города Цхинвал или из других сел района, то есть испытывают проблемы с автотранспортом. По этой причине они не могут оставаться до конца рабочего дня. Есть фельдшерский пункт, куда ездит медсестра из города. Есть фельдшерский пункт, куда ездит из районного центра. Это где-то километров на 7-8. И это тоже создает какие-то проблемы в смысле транспорта. Транспорт не так часто ходит, чтобы они могли остаться до 4, до половины 4 и потом возвращались домой. В тех ФАПах, которые находятся в старых зданиях, необходимо провести текущий ремонт. В новых установленных модульных фельдшерско-акушерских пунктах тоже имеются свои проблемы. Во многих из них не работает отопительная система, протекают трубы. Поэтому приходится отапливать помещение электрическими обогревателями. Фельдшерско-акушерские пункты отвечают всем современным стандартам. Есть горячая и холодная вода, необходимое оборудование для работы. Но приходится сталкиваться и с проблемами. Эмма Габараева считает, что на обслуживание этих ФАПов необходимо изыскать средства, выделить одну штатную единицу и определить сантехника, который бы решал все эти вопросы. В ФАПах работают медсестра и санитарка. В основном к ним обращаются пожилые люди, у которых часто поднимается давление. Тамара Тасоева работает медсестрой в селе Уахтана уже год. Она отметила, что по плану обходит жителей села. Такие обходы должны быть частыми, сказала Тамара. Но пешком невозможно совершать обходы, так как существует опасность встретиться с волками. Летний период не опасно, но недавно во время обхода я встретилась с медведем. Мне повезло, что я была в машине. Волков тоже часто можно встретить, поэтому мы боимся оставаться на работе допоздна. А обходы мы чаще должны делать, но боимся диких животных. ФАПы облегчили жизнь сельчанам. Мы надеемся, что вышеперечисленные проблемы тоже будут решены. Алёна Алтаева, Заурустаев, информационный выпуск сегодня. 14 февраля во многих странах мира отмечается День Святого Валентина или День всех влюбленных. Считается, что День Святого Валентина существует уже более 16 веков. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. В этот день принято признаваться в любви, дарить подарки, валентинки и так далее. Как отмечают этот день в нашей республике, узнавала Зарина Кочиева. День Святого Валентина или День всех влюбленных отмечают в большинстве стран мира 14 февраля. В этот день на протяжении более полутора тысяч лет люди признаются друг другу в любви. Изначально празднование памяти Святого Валентина было установлено как почитание его мученичества, без какой-либо связи с покровительством влюбленных. Возднее День Святого Валентина из католического праздника превратился в светский. Недавно этот праздник начали отмечать и влюбленные нашей республики. Правда, не так широко, как в России или других странах. Для многих влюбленных это очередной повод сделать друг другу приятное. Но отношение к этому празднику неоднозначно. Многие вообще не приемлют его, считая, что мы не можем отмечать День Святого Валентина. Возможно, День всех влюбленных. Пары в нашей республике перестали бы отмечать 14 февраля, если бы в стране был свой День любви. Многие из запрошенных нашей съемочной группы молодых ребят считают, что нам нужно учредить свой, так как Валентина в День очень неоднозначный праздник. Любовь – это, конечно же, хорошо, но у Астин всегда на первом месте была скромность. У нас в республике многие отмечают этот праздник, но было бы хорошо, если бы жители нашей республики отмечали свой собственный День влюбленных. 14 февраля может похвастаться разнообразием праздников. К примеру, довольно необычно 14 февраля отмечают в Германии. В этот день там отдают честь людям с психическими отклонениями. Как считают немцы, Валентин – это покровитель всех психически больных. Многие страны, в их числе Саудовская Аравия, запретили праздновать День Святого Валентина 14 февраля. По мнению руководства этой страны, молодые люди должны воспитываться в духе традиций своего народа, а не следовать чужим. Считается, что у праздника есть конкретный виновник – христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом. В то время Римской империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов. И военачальник был убежден, что главный враг его наполеоновских планов – браки. Ибо женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как семью прокормить. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. К их счастью нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, стал тайно венчать легионеров между собой. Как только об этом узнал император, он решил его преступную деятельность прекратить. Валентина приговорили к казни. Трагедия ситуации была еще и в том, что и сам Валентин был влюблен. За день до казни священник написал прощальное письмо, где рассказал о своей любви и подписал его – «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили. Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. Как относиться к тому, праздновать или нет, заимствованные праздники, каждый решает сам. Главное – не ошибиться с этим решением. Дарина Кочиева, Арсен Гассиев. Информационный выпуск «Сегодня». Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 15 февраля. В Снаурском районе республики завтра, 15 февраля, переменная облачность. Днем 6 градусов тепла, ночью плюс 1. В Саурском районе переменная облачность, днем плюс 6, ночью минус 2. В городе Квайса также переменная облачность, днем плюс 3, ночью минус 2. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, днем плюс 8, ночью плюс 3. В столице республики Вцхинвайля переменная облачность, днем плюс 7, ночью около 0. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Продолжение следует...